This conference will now be recorded. Меня зовут Чеботарева Светлана Владимировна, я являюсь преподавателем нашего учебного центра, также являюсь сертифицированным специалистом в области управления персоналом и кадрового менеджмента, являюсь автором и разработчиком курсов, имею большой опыт проведения кадровых аудитов в организации, но и в том числе по вопросу внедрения профессиональных стандартов. Некоторые организации, расскажу какие, чуть-чуть дальше, обязаны были перейти на профессиональные стандарты до 1 января 2020 года, поэтому как раз имею опыт работы с профстандартами в таких организациях, то есть по вопросу их внедрения в этих организациях, я расскажу, как мы в данном конкретном случае поступали с такими работниками. Также хочу отметить, что завтра у нас стартует курс, он коротенький, всего 8 часов, где мы более подробно разбираем вопросы профессиональных стандартов. То есть курс называется «Профессиональные стандарты особенности внедрения и применения». И вот завтра как раз у нас один день, где мы вот более подробно все эти вопросы разберем. Наш учебный центр уже больше 29 лет учит людей, и у нас более тысячи разных курсов по кадровому делопроизводству, по управлению персоналом в том числе. И на сегодняшний момент, так как мы уже достаточно давно существуем на рынке образовательных услуг, и вот в этом году у нас будет 30-летний юбилей, на сегодняшний момент у нас более 1 миллиона выпускников. Почему нас выбирают? Ну, прежде всего, это наше конкурентное преимущество, это и гарантия качества, потому что у нас занятия проводят исключительно преподаватели практики, которые имеют прямой непосредственный опыт, работая с тем материалом, который дается на занятиях. А также у нас и гарантированное расписание, и гарантия сохранения средств, если, например, за слушателя платит организация, этот слушатель по тем или иным причинам не может принять участие в обучении, то организация может направить на это же обучение кого-то другого. Каких вопросов мы с вами сегодня коснемся? Ну, прежде всего, это важный такой момент, какие организации обязаны применять профессиональные стандарты, где конкретно сказано нормативно-правовая база, чем профессиональный стандарт отличается от квалификационного справочника, потому что в ряде случаев в трудовом кодексе упоминается и профессиональный стандарт, и справочник, то есть чем же все-таки пользоваться справочником или профстандартом, и что делать, если требования к квалификации там и там отличаются. А что делать, если работник не соответствует требованиям обязательного профстандарта, то есть организация, например, обязана использовать профессиональный стандарт, но работник требованиям к уровню квалификации не соответствует. Вот есть ли у работодателя законное основание, чтобы такого работника уволить? Ну и в общих чертах мы с вами рассмотрим алгоритм внедрения профессиональных стандартов. Кстати, сам алгоритм, план внедрения профессиональных стандартов есть у нас на страничке курса, поэтому тоже можете себе скачать. Сейчас я даже отправлю. Вот в чате ссылочка на страничку курса, который посвящен профессиональным стандартам. И там как раз есть такая вот информация, то есть есть файлик с алгоритмом внедрения профессиональных стандартов. Итак, что касается профстандарта. Вот сам термин впервые был использован в 97 году в программе социальных реформ на период до 2020 года в Российской Федерации. То есть достаточно давно еще упоминали о профессиональных стандартах, как о требованиях к уровню квалификации работников российских предприятий. Потому что действительно работодатели озадачились вопросом квалификации работников, ну и приведение этой квалификации в некое соответствие с какими-либо требованиями, чтобы эти требования были общими. Напомню, что у нас до профессиональных стандартов использовался общероссийский классификатор профессий, который состоит из двух частей. Это ЕКС, единый квалификационный справочник, и ЕТКС, единый тариф на квалификационный справочник. В первом случае, если это ЕТКС, там у нас требования к квалификации работников, это служащие, специалисты и руководители. И если это рабочие специальности, то это ЕТКС. Подчеркну, что на сегодняшний момент эти документы никто не отменял, то есть они актуальны, и более того, их периодически актуализируют. Но, собственно, почему стал вопрос профессиональных стандартов, потому что справочники эти существуют достаточно давно, требования к уровню квалификации устарели, там достаточно много профессий и должностей, слишком долго вносить какие-либо коррективы, изменения, хотя все равно они вносились. С другой стороны, нет актуальных профессий, потому что справочник был утвержден в начале 90-х, и у нас уже мы далеко ушли вперед, у нас очень много профессий, должностей, которых в этих справочниках просто нет, они там не учтены. Так вот, в 2006 году на базе Российского союза промышленников и предпринимателей, то есть именно Российский союз промышленников и предпринимателей озадачился этим вопросом в 2006 году. На тот момент, ну и сейчас возглавляет союз промышленников и предпринимателей Шохин Александр Николаевич. Так вот, в 2006 году появилось такое национальное агентство развития квалификации, ну потому что предприятия столкнулись с нехваткой профессиональных кадров, ну и вот попытались на законодательном уровне этот вопрос решить. И в 2007 году как раз вот этим национальным агентством развития квалификации был разработан первый макет профессионального стандарта и закреплен нормативно. В 2008 году появился проект так называемой национальной рамки квалификации. Национальная рамка квалификации, это наша российская национальная рамка квалификации, была специально разработана для профстандартов, потому что выполнение той или иной трудовой функции предполагает наличие определенного уровня квалификации. Вот эта национальная рамка квалификации, это как раз и есть описание квалификационных уровней, которые признаются на общефедеральном уровне. А также в этой национальной рамке есть основные пути их достижения на территории Российской Федерации. Ну то есть какие курсы повышения квалификации, какой уровень образования должен быть. И у нас сейчас 9 уровней квалификации. И вот каждая трудовая функция в любом профстандарте подразумевает наличие определенного уровня. Ну первый самый элементарный уровень, который не предполагает каких-либо требований к уровню образования. Ну и девятый уровень, который у нас есть в профессиональном стандарте, это наиболее высокий уровень квалификации. Так вот, это было в 2008 году и новая волна разработки профессиональных стандартов началась только после указа президента Российской Федерации. В 2012 году был такой указ президента 597, где президент дал команду и именно во исполнение указа президента в Трудовой кодекс было введено понятие профессионального стандарта. То есть у нас законодательно было закреплено понятие квалификации, чего ранее не было, и понятие профессионального стандарта благодаря 236 федеральному закону от 3 декабря 2012 года. Итак, что мы видим в этой статье 195.1, понятие квалификации. Ранее понятие квалификации у нас в законе отсутствовало. И это порождало разные трактовки, ну и проблему решения вопросов требования работодателя к работнику в суде, потому что в законе этого понятия закреплено не было. Ну, собственно, чем подтверждалась квалификация? Тем, что работник мог подтвердить документально. Это прежде всего уровень образования, это диплом и опыт работы, это трудовая книжка. У нас в трудовом кодексе в статье 195.1, новая статья в 2012 году появилась, квалификация работника определяется как уровень знания, умений, профессиональных навыков и опыта работы. То есть мы видим, что у нас здесь появилось три оценочных критерия. Знания, умения, навыки, то есть зуны, профессиональные зуны. И у работодателя появилось законное основание проверять этот уровень знаний, умений и навыков. Так как это три оценочных критерия в соответствии с трудовым кодексом в 2012 году, благодаря этой статье, работодатель имеет право эти, собственно, зуны профессиональные у работников оценивать. Что понимается под профессиональным стандартом? Это характеристика квалификации, необходимая работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе и выполнения определенной трудовой функции. То есть характеристика квалификации. И квалификация у нас это определение есть, а профессиональный стандарт это характеристика квалификации. То есть профессиональный стандарт как раз и содержит требования к знаниям, умениям, навыкам и опыту работы. Собственно, то, что работодатель имеет право теперь у нас оценивать. Ну и чуть позже уже благодаря 122 федеральному закону в 2015 году появилась статья 195.2. Это порядок разработки утверждения профессиональных стандартов. Кто их разрабатывает, каким образом этот процесс происходит. И статья 195.3. Это порядок применения профессиональных стандартов. Собственно, это статья, которая для нас имеет принципиально важное значение. Так вот, собственно, в чем отличие? У нас есть теперь профстандарты, правда не по всем должностям. Их количество постоянно у нас увеличивается. То есть если в 2012 году у нас было всего три профессиональных стандарта, то на конец 2020 года это уже было более полутора тысяч профессиональных стандартов. Их количество постоянно увеличивается. Реестр профессиональных стандартов можно найти на сайте Минтруда. Вот. И как раз посмотреть, по каким должностям уже утверждены профессиональные стандарты. Так вот, в чем принципиальное отличие? Если ЕКС дает требования к должности, то профессиональный стандарт это требования к профессиональной деятельности. То есть дает характеристику профессиональной деятельности. Если вы ради интереса откроете профессиональные стандарты ЕКС, вы увидите разницу. Потому что ЕКС там название должности, там требования к квалификации, должностной обязанности и требования к уровню знаний применительно к отдельно взятой должности. В профессиональном стандарте есть у нас обобщенные трудовые функции, потому что у нас единый макет профстандартов используется и все профстандарты у нас разрабатываются по единому макету. Там у нас есть обобщенные трудовые функции, которые в свою очередь делятся на просто трудовые функции. Трудовые функции у нас делятся на трудовые действия. И по каждому трудовому действию есть требования к уровню знаний, навыков умений. То есть это вид деятельности профессиональной. И в профстандарте у нас не одна должность, а несколько разных должностей. И работодатель может определиться, во-первых, и с названием должности, то есть выбрать, которая наиболее полно отражает ту трудовую функцию, которую выполняет работник. Ну и также определиться с этими обобщенными функциями, которые отражены в профессиональном стандарте. Вот если мы с вами возьмем такой профессиональный стандарт, это специалист по управлению персоналом, который в 2015 году был утвержден. Там у нас 8 обобщенных трудовых функций. Но это вовсе не означает, что специалист по управлению персоналом должен выполнять все 8 обобщенных трудовых функций. Потому что, например, там есть такая трудовая функция, как документационное обеспечение работы с персоналом, это кадровое дело производства. А есть деятельность по обеспечению организации персоналом, то есть подбор. У вас какой-то работник может заниматься кадровым делом производства, то есть выполнять одну функцию. Следовательно, к уровню его квалификации мы будем применять только те знания, навыки, умения, которые отражены именно в этой обобщенной функции. А другой работник занимается подбором. Следовательно, у него будет другое название должности и другие требования к уровню квалификации, знаниям, навыкам и умениям. Поэтому в профстандарте у нас это вид деятельности и много разных должностей, много разных видов деятельности. Также у нас в профстандарте есть уровни. Напомню, что у нас всего 9. Но вот если, опять же, вернемся к нашему профстандарту специалист по управлению персоналом, например, кадровое дело производства – это пятый квалификационный уровень. Пятый квалификационный уровень по образованию – это среднее профессиональное образование. Иными словами, кадровым делом производства может заниматься специалист с образованием колледжа, то есть среднего профессионального образования. А вот если мы переходим к следующей функции – подбор, там шестой квалификационный уровень. А шестой квалификационный уровень подразумевает, что у сотрудника должно быть высшее образование, а уровень бакалавриат – не ниже. А если это седьмая-восьмая функция, то там уровень квалификации седьмой. То есть вот в нашем профстандарте всего три уровня. Поэтому здесь вот в разных профстандартах могут быть разные требования к наличию этих уровней. То есть какое образование должно быть у сотрудника, который выполняет ту или иную трудовую функцию. Так вот, с 1 июля 2016 года работодатели обязаны применять профстандарты, если требования к уровню квалификации, которая необходима работникам для выполнения какой-то определенной трудовой функции, установлены либо трудовым кодексом, либо федеральными законами, либо какими-либо иными нормативно-правыми акциями. То есть вот если требования к квалификации устанавливает закон, с 1 июля 2016 года работодатели обязаны применять профстандарты. А для остальных, для остальных работодателей, у которых нет таких видов деятельности, которым на уровне закона были бы установлены какие-либо требования, профстандарты носят рекомендательный характер. Так вот, данная статья 195.3 у нас появилась благодаря 122-му федеральному закону, который у нас, собственно, вступил в силу с 1 июня 2016 года. И как раз в этом федеральном законе было указание на то, что с 1 июля 2016 года работодатели обязаны применять профстандарты, если законом установлено требование к квалификации. Для остальных работодателей, если они не обязаны применять профстандарты, тогда они могут их либо использовать, либо не использовать. То есть скорее это носит рекомендательный характер, но работодатель может их использовать, эти профстандарты, и для определения, например, должностных обязанностей, для формирования должностных инструкций работникам. То есть, ну, это уже не носит столь обязательный характер. Так вот, с 1 июля 2016 года, но есть исключение, у нас есть поставление правительства 584, что ряд организаций обязаны перейти на профстандарты с 1 января 2020 года. Это вот как раз государственная структура, муниципальные, государственные, унитарные предприятия. И вот они уже должны были полностью перейти на профессиональные стандарты до 1 января 2020 года. О каких организациях идет речь? Это государственные внебюджетные фонды, государственные или муниципальные учреждения, унитарные предприятия, а также государственные корпорации с долей государственного участия. Более 50%. А вот для них все профстандарты обязательны. Что касается остальных компаний, ну вот где у нас есть упоминания по поводу применения профессиональных стандартов. Прежде всего, это 57-я статья. Что у нас сказано в 57-й статье? Если с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсации и льгот, либо наличие каких-либо ограничений на выполнение данной работы. Ну, льгот и компенсация – это прежде всего вредные и опасные факторы. А также это могут быть какие-либо ограничения. Ну, например, ограничения для педагогов есть, что не принимаются лица с наличием судимости. Также где у нас еще есть указания. Это, например, если трудовой кодекс берем, это статья 350-я трудового кодекса, это медицинские работники. Еще у нас в трудовом кодексе упоминаются лица, которые принимаются на подземные работы. Это статья 330.2. А вот если вы предоставляете какие-либо льготы и компенсации, то вы руководствуетесь требованием 57-й статьи. И в этом случае и наименование должности, и требования к уровню квалификации, они обязательны. При этом в 57-й статье сказано или. Или квалификационные справочники, или профстандарты. А почему, собственно, указано вот это вот или? Потому что профстандарты еще у нас внедрены не по всем сферам деятельности и не по всем должностям. А вот профстандарты у нас содержат более полный перечень должностей, потому что профстандартов их меньше на сегодняшний момент. По тех количествам увеличивается потихонечку, профстандарты будут потихонечку вытеснять ЕКС. Но пока у нас, как у работодателей, есть выбор. То есть мы можем использовать профстандарты или справочник, как это сказано в 57-й статье. Если также законом установлены требования к квалификации, это статья 195.3. Ну, например, возьмем 402-й федеральный закон. Для определенных сфер деятельности есть требования к уровню квалификации главного бухгалтера. Что главный бухгалтер должен иметь опыт работы в сфере бухучета не менее трех лет из последних пяти лет. У него должно быть высшее экономическое образование и не должно быть судимости за экономические преступления. Вот если требования к квалификации в каком-либо законе определены, то, значит, мы обязаны использовать профстандарты. Это вот статья 195.3. Ну и, собственно, если профстандартов у нас нет, тогда мы руководствуемся справочниками. Если вот берем, да, такое противоречие может быть между требованием, которое устанавливает справочник, и профстандарт. Ну вот Минтруд нам разъяснял, собственно, на что работодатель вправе использовать либо тот документ, либо тот, вот если такие противоречия есть. Но в любом случае у нас пока есть выбор, потому что эти справочники еще не отменены. А где еще сказано? Это, например, если тарифицируем работы и присваиваем тарифные разряды, если работодатель применяет тарифную систему оплаты труда, то в данном случае речь идет о статье 143, либо если устанавливаем систему оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Это статья 144. Так, например, если работник имеет шестой уровень квалификации по профстандарту, он не может получать меньше, чем сотрудник по аналогичной должности, который по профстандарту установлен пятый уровень квалификации. Поэтому вот, ну, госструктуры и муниципальные организации, они уже до 1 января 2020 года обязаны использовать именно профстандарты. И еще, вот нам как раз Игнат задал вопрос, возможно, забегая вперед, но можно ли внедрить профстандарты на предприятие локальным нормативным актом разработать под свои должности? Конечно, Игнат так и делает. То есть, если у нас есть должности, по которым профстандарты обязательны, это в любом случае мы должны вносить изменения в локальные нормативные акты. Если мы сами, как вот работодатель, сам желает сделать эти профстандарты обязательными, то, конечно, да, прежде всего работодатель будет вносить изменения в локальные нормативные акты, либо разрабатывать новые локальные нормативные акты. Но так определенные требования можно установить и на уровне правил внутреннего трудового распорядка. Поэтому ответ утвердительный на ваш вопрос. Если требования профстандарта будут закреплены в локальном нормативном акте организации, то это в любом случае обязательно. Разрабатывать локальный нормативный акт работодатель имеет право. Применять профстандарты, даже если не обязаны к своим должностям, тоже имеет полное право. Собственно, статья 8 Трудового кодекса у нас так и называется локальный нормативный акт. Поэтому, конечно, да, конечно, может. И даже если мы их не обязаны применять профессиональные стандарты, мы все равно первое, с чего начнем, это с локальным нормативным актом. То есть мы это должны как-то закрепить документально, чтобы потом обосновать, например, причину отказа работнику-соискателю. Почему мы его не берем, что уровень его квалификации ниже, чем установлено профстандартов. Мы их используем, у нас есть локальный нормативный акт. Вот, у нас есть законное основание, чтобы этому работнику отказать в приеме на работу. Так вот, Игнат, поставьте плюсик, если ответил на ваш вопрос, да, для меня, собственно, это важно. Если нет, то тогда поясню, если что. Так вот, работодателями применяются профессиональные стандарты при формировании кадровой политики. В отношении разных вопросов они могут использоваться. Ну, так как у нас есть профстандарты, там квалификация, знания, навыки, умения, во-первых, это полезно и самому работнику, потому что работник будет понимать, какую трудовую функцию он выполняет и какие требования к его уровню квалификации устанавливается на уровне профессионального стандарта. Работодатель также будет понимать, что оценивать, если использует в работе профессиональные стандарты, а там закреплены требования к знаниям, навыкам, умениям, то есть что оценивать. Ну, и здесь также работодатель будет понимать, каких знаний не хватает и более полно формировать программу обучения и развития. Также должностные инструкции. Работодатель может, вот вышел профессиональный стандарт, работодатель применяет данный профстандарт и он может внести изменения в должностные инструкции. Также, если тарифные системы используют, работодатели тоже, как правило, применяются профессиональные стандарты. Обратите внимание, что не только работодатели используют профессиональные стандарты, но и образовательные организации. Требования при разработке федеральных государственных образовательных программ, есть у нас, они закреплены в федеральном законе об образовании, это 273 федеральный закон. Так вот, образовательные организации при разработке вот этих вот образовательных программ, если есть профстандарт, обязаны учитывать требования к знаниям, навыкам и умениям. Просто было очень много критики, что то, чему учат в УЗИ в образовательных организациях, мало соответствует рынку труда. Поэтому есть такое требование, и в 273 федеральном законе это закреплено, что образовательные организации в случае наличия профстандарта обязаны им руководствоваться. Ну и, собственно, самый интересный вопрос. Работник не соответствует профстандарту, предположим, что организации обязаны использовать, работник профстандарту не соответствует. Вот и вот, собственно, что можно сделать, обучать его или уволить. Коллеги, сразу хочу сказать, что несмотря на то, что у нас введено понятие профессионального стандарта в трудовой кодекс, основания уволить работника у нас с вами в трудовом кодексе не появилось. Несоответствие профессиональному стандарту не является основанием для увольнения, это неоднократно подчеркивал и рост труд. Да, профстандарты внедрены, но они у нас внедрены, работники-то у нас работают, и они, собственно, не виноваты, что теперь на законодательном уровне закрепили требования к уровню их квалификации. Поэтому при несоответствии профстандарту работодатель уволить такого сотрудника не может. Поэтому альтернативы обучению, да, ну, по сути, у нас нет. Ну и практика судебных споров как раз нам в помощь, потому что суды восстанавливают таких работников в должности. Я не говорила про аттестацию МЭД, я до нее еще не дошла. Я пока говорю только про несоответствие профстандарту. Ну вот, мы видим, да, у работника уровень образования и уровень образования в профстандарте не соответствует. Все, уволен. То есть я пока говорю без применения аттестациям. То есть пока только вот несоответствие профстандарту. Вот такого понятия, как уволен по несоответствия профстандарту, у нас в Трудовом кодексе не появилось. Ну вот, собственно, давайте разберемся, по каким критериям работник может не соответствовать профстандарту. Уровень образования, базовый уровень образования не соответствует. Ну это самый, скажем так, на мой взгляд, критичный случай, потому что вы даже такого работника, ну опять же, без предварительной аттестации уволить не можете. Но даже проведя аттестацию, суды восстанавливали таких работников должности, ну посчитав, что это не вина работника. Работник-то здесь при чем? То есть вы, как работодатель, обязаны их применять профстандарты, а следовательно обучайте, если не соответствует. Я вам сейчас расскажу, как мы поступали в данном конкретном случае. Что еще может быть? Отсутствует дополнительная подготовка. Ну, например, есть требование проводить, точнее, проходить курсы повышения квалификации раз в три года, а сотрудник не прошел. В данном случае виноват будет не сотрудник, а также организация. То есть организация обязана применять профстандарты, следовательно, обязана следить за уровнем квалификации работника. Если требуется дополнительная подготовка, это статья 196 Трудового кодекса, это должен организовать работодатель. Вот если мы с вами посмотрим статью 196, как там сказано, что необходимость подготовки работников определяет работодатель, ну, собственно, так же, как и требование квалификации, если иное не установлено законом, а если профстандарт обязателен, то установлено законом. А формы дополнительной подготовки дополнительного профессионального образования работников работодатель определяет в локальном нормативном акте, это в 196 статье сказано, который принимается с учетом 372 статьи Трудового кодекса. Это при наличии профсоюзной организации все локальные акты с профсоюзом должны быть согласованы. Но и не так же в 196 статье сказано, что в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами, работодатель обязан проводить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Если это является условием выполнения работниками определенных видов трудовой деятельности, то есть, если требования обязательного профстандарта есть, то обучать должен работодатель, коллеги. Это вот тоже такой важный момент, тоже вызывает очень много спорных вопросов, хотя, на мой взгляд, 196 статья, ну, собственно, 196 статья никаких размытых формулировок не предусматривает, а все четко и полно указывает. И третий критерий, по которому работник может не соответствовать профессиональному стандарту, это нет опыта работы. Ну, вот нет опыта работы, это, собственно, тоже сложно, но Минтрут нам уже тоже разъяснял неоднократно, вот как раз это было до перехода на обязательные профстандарты госучреждений, до 1 января 2020 года, и Минтрут сказал, что проводите специальную проверку, подтверждайте наличие знаний у работника, и, собственно, отсутствие требуемого опыта, Минтрут тоже посчитал недостаточным основанием для увольнения таких работ. То есть, я сразу, да, подчеркну, что требования обязательных профстандартов, к примеру, есть, но каких-либо возможностей у работодателя, их достаточно мало. Обучать работодатель должен на бюджет. Светлана, ну, это Минтрут у нас вообще никогда не волновало. Это последнее, да, чем озадачивался у нас Минтрут и Роструд, поэтому их это мало беспокоит. Так вот, провести аттестацию или отправить на курс повышения квалификации, вот то, что у вас варианты какие есть. Ну, вот здесь у меня два выхода. Это первый вариант, то, что мы использовали с организациями, это доказывали путем проведения аттестации, проводили аттестацию, но и подтверждали, что работник соответствует требованиям профстандарта, то есть, так как у нас квалификация при оценочных критериях, и вы, как работодатель, имеете право оценить уровень квалификации. Не только в независимом центре, в ЦОКе, так называемом центре оценки квалификации, но и самостоятельно проводите аттестацию, ну, подтверждаете, что знание, да, несмотря на то, что там есть недостатки по образованию или опыту, знание у вас, у работника, соответствует требованиям профстандарта. Это вот такой вариант, да, который у вас есть, он, ну, на мой взгляд, наименее затратный. Дело в том, что это вот были организации у меня ЖКХ, и там работники работают, ну, к примеру, по 10-15 лет. Естественно, эти работники никогда не озадачивались не то, что там высшим образованием, но и вообще каким-либо повышением квалификации. Просто люди работали себе спокойно, а потом сказали, вот у вас профстандарты, и вот, собственно, у вас требования к уровню квалификации. Вот, поэтому, в принципе, то есть, если уровень образования подтвержден, то проводить аттестацию работодатель не имеет права. Имеет право. Опять же, СМС статью 195.1 Трудового кодекса, там есть определение квалификации. Уровень знаний, навыков, умений. У нас три оценочных критерия, поэтому, пожалуйста, проводите. То есть, можете признать работника соответствующей квалификации по умолчанию. Ну, мы всех, да, проводили, проводили через аттестацию всех работников. Подчеркну, ну, это учреждения определенные, которые обязаны были. Перейти на профстандарты. И подтверждали, то есть, аттестационная комиссия подтверждала их уровень квалификации. Обратите внимание, что если вы откроете профессиональный стандарт, там есть или-или. Не то и другое, да, а или-или. То есть, если у вас уровень образования или опыт работы. Если есть определенный опыт работы, и вы проверили знания, навыки, они соответствуют тем знаниям, которые в профстандарте определены, у вас есть протокол аттестационной комиссии. Вот вам подтверждение того, что работник соответствует требованиям квалификации. Ну, и второй вариант – это отправить сотрудника на дополнительное обучение, если вдруг это требуется. Так, и вот вижу еще вопрос. Так, мне нужно подтверждение того, что он не соответствует. Обратная задача. Ну, Игнат, здесь, собственно, да, давайте мы будем действовать, так сказать, в рамках нашей тематики. И мы с вами разбираем нормативную документацию, то есть законодательство прежде всего. Когда мне говорят, нам надо уволить работника, как нам это сделать? Ну, вот, собственно, мне кажется, это не совсем правильная постановка вопроса. Никак, Игнат. Если ваш работник соответствует требованиям квалификации, вы его признаете не соответствующим требованиям квалификации, у работника есть какой альтернативный вариант давления? Это подтвердить уровень квалификации. Либо это подтвердить может работодатель, либо работник сам может обратиться в центр оценки квалификации. У нас их много. И получить сертификат соответствия профстандарту. И вот представьте, вы такого работника увольняете, да, с вашей обратной задачей, а он подтверждает свою квалификацию в ЦОКе. Куда он пойдет с этим подтверждением? Он с этим подтверждением обратится в суд. А вот, что значит вашему внутреннему профстандарту? Что значит внутренний профстандарт? Мне не совсем понятна постановка вопроса. Профстандарт не может быть внутренним. У нас есть требования, либо мы их используем, профстандарты, либо вы определяете свои требования. Если профстандарт для вас обязателен, у вас альтернативы нет. Если профстандарт для вас не обязателен, вы разрабатываете свой локальный акт и утверждаете требования к уровню квалификации, такие, как вы считаете нужным. А поэтому, пожалуйста, если это обязательный профстандарт, вы определили требования к квалификации в вашем локальном акте. В данном случае вы проводите аттестацию, можете либо подтвердить соответствие работника вашему требованию, вашему внутреннему стандарту, либо нет. Но поймите, что ваш внутренний стандарт, он разрабатывается на основании внешнего стандарта. И работник может с вами не согласиться. То есть он может пойти и оценить свой уровень квалификации в ЦОКе и принести вам сертификат соответствия. Собственно, какой документ в суде будет рассматриваться в первую очередь. Ну, то есть, что может посчитать суд? Суд может посчитать, что вы эффективно провели аттестацию для того, чтобы избавиться от неугодных работников. А работник у вас соответствует требованиям профстандарта. Так вот, коллеги, то есть, если мы подведем вывод, выводы точнее, то увольнять работника за несоответствие профстандарту, по сути, у работодателя нет такой возможности. Но он может что сделать? Провести аттестацию, признать работника несоответствующим требованиям обязательных профессиональных стандартов, да, и уволить. Но я подчеркну, что в данном конкретном случае суд будет на стороне работника. Поэтому даже если уровень квалификации не соответствует, то есть обучение 196 статья за счет средств работы дать. Ну, если так кратко и тезисно. Поэтому если у работника недостаточный уровень базового образования, то придется отправить его на обучение. Если не хватает дополнительной подготовки, то курсы повышения квалификации. Если недостаточного опыта работы, то в данном конкретном случае можете, используя статью 195.1, проверить его знания, умения, навыки. И если комиссия подтвердит, что у работника знания и умения соответствуют тем знаниям, которые определяет профстандарт, то в данном случае вы можете признать его как соответствующим профессиональному стандарту. Либо вы что можете сделать? Направить работника в Центр оценки квалификации. И уже Центр оценки квалификации проводит внутренний экзамен и выдает работнику сертификат соответствия. В данном конкретном случае у работника будет сертификат подтверждения. То есть, либо это будет ваш внутренний документ, например, протокол аттестационной комиссии, либо это у вас будет сертификат соответствия у работника. Что касается применения профессиональных стандартов при проведении аттестации, работодатель, даже если профстандарты не обязаны, он может использовать их при проведении аттестации. Это прямо сказано в пункте 25, постановление правительства номер 23, что работодатель применяет профессиональные стандарты при организации обучения и аттестации работника. Подчеркну, что, допустим, профстандарты для нашей организации стали обязательны. Мы что делаем? Проводим аттестацию. Так как мы это делали, когда внедряли профессиональные стандарты в сфере ЖКХ. То есть мы проводили аттестацию. Это единственная оценочная процедура, которая регламентирована Трудовым кодексом. У нас есть пункт 3, статья 81. Это увольнение по инициативе работодателя. Увольнение работника как несоответствующего занимаемой должности, подтвержденное результатами аттестации. И есть определенные требования к ее проведению. То есть у нас должен быть локальный нормативный акт, посвященный аттестации, положения об аттестации. Разрабатывается локальный нормативный акт с учетом 372-й статьи при наличии профсоюзной организации. У нас будет приказ о проведении аттестации. У нас будут протоколы аттестационной комиссии, где комиссия признает сотрудника, соответствует он или не соответствует. Либо при определенных условиях соответствует. И будет приказ об утверждении результатов аттестации. И если у нас будет приказ об утверждении итогов аттестации, и там в этом приказе руководитель даст нам команду сотрудника уволить, по результатам аттестации, подчеркну, не как не соответствующего профстандарту, а по результатам аттестации. Почеркну, что требования к квалификации мы определяем с учетом статьи 195.1. Так вот, уволить сотрудника по результатам аттестации можно только предложив ему другую работу, даже ниже по должности, ниже по уровню квалификации. То есть то, что у нас есть в штатном расписании, мы ему предлагаем. И если он отказывается, то речь идет про увольнение по пункту 3, части 1, статьи 81. Так, ну и по поводу внедрения профстандартов. Профстандарты, ну в общем виде я здесь перечислила основные этапы. То есть завтра мы более подробно будем как раз разбирать этот вопрос по внедрению профстандартов. Первый этап это нужно издать приказ. В состав группы по разработке, по переходу на профстандарты, как правило, включают представители ключевых подразделений. Это и HR подразделения, и планово-экономическое подразделение, бухгалтерия, если есть, юристы, если есть. Как вариант можно назначить отдельное подразделение, ответственное за внедрение профстандартов. Обычно это HR подразделения. Указанным выше приказом можно поручить рабочей группе разработать пошаговый план по внедрению профстандартов. Также нужно будет составить перечень должностей, в отношении которых установлены требования к уровню квалификации. Также посмотреть, составить перечень, обязательно для нашей организации, конкретно для нашей организации, профстандартов, которые уже утверждены. Также можно посмотреть, какие профстандарты скоро утвердят, потому что такая информация тоже присутствует. Далее утвердить план действий по внедрению профстандартов, ну и также целесообразно предусмотреть порядок внесения изменений в план, то есть если у нас будут дополнительные профстандарты вступать в силу. Вот, поэтому, ну это достаточно сложная процедура, и вот как раз планом по внедрению профстандартов у вас может быть предусмотрено проведение аттестации работников. Ну, подчеркну, что мы подробно об этом поговорим завтра, то есть и какие документы, как их оформить, как внести изменения в штатное расписание. Стартуем, да, у нас всего один день, 8 часов. Ну и какие компетенции можно будет дополнительно добавить в свое резюме. Это как раз сформировать план работы по внедрению профстандартов, то есть то, чем мы будем заниматься на нашем занятии. Составить перечень уже принятых профстандартов. Внедрить изменения в штатное расписание, то есть составить приказ. Также, каким образом соотносить должности в профстандарте с нашим штатным расписанием, перед тем, как вносить изменения в штатное расписание. Также коснемся очень подробно вопросов, связанных с разработкой должностной конструкции, с определением требований к уровню квалификации, как это правильно сделать. Как провести аттестацию с учетом требований профстандартов, как оформить перевод или увольнение работника, а также организовать обучение сотрудника. У нас, ну вот профстандарты, курс профстандарта, он коротенький, является частью дипломной работы. У нас новая дипломная работа, программа появилась. Это менеджер по управлению персоналом, куда входят 10 курсов разных. И профессиональные стандарты у нас как раз туда входят, в эту дипломную программу. Если вы уже у нас обучались и проходили, например, кадровые курсы, то вы сможете, например, зачесть свою дипломную программу. При этом, в случае, если вы это делаете, у вас есть год, чтобы принять решение. Ну, например, вы обучались у нас по каким-либо курсам, например, проходили у нас курс менеджер по обучению и развитию или менеджер по оценке аттестации, и потом вы решили все-таки пойти на дипломную программу. В данном конкретном случае у вас все эти курсы будут зачтены. У нас разные форматы, то есть есть и очное обучение в группе непосредственного аудитории, есть очно-заочное, есть возможность подключиться по вебинару, то есть если вы не можете присутствовать очно, а записались, то всегда можно подключиться. В личном кабинете у вас полный пакет материалов будет по нашему курсу. И еще у нас есть открытое обучение. Открытое обучение – это когда у вас два монитора, вы слушаете в удобном для вас формате материал в записи, с вами присутствует эксперт, например, в аудитории, если вы очно проходите открытое обучение, и вас консультируют. Вот, поэтому вот открытое обучение у нас также предусматривает возможность индивидуальных консультаций. Ваши вопросы вижу, уважаемые слушатели, и сейчас на них отвечу. Ну и куда еще у нас входит курс, профессиональные стандарты, особенности внедрения и применения. У нас три дипломных работы, куда входит курс профессиональных стандартов. Это менеджер по управлению персоналом – 284 часа, директор по персоналу – 360 часов, и специалист по подбору персонала со знанием инструментов HR-аналитики – 316 часов. Если какие-то вопросы будут, нужна будет моя консультация, то я вас с удовольствием проконсультирую по структуре дипломных работ, особенно если вы у меня занимались или планируете заниматься, смогу вам рассказать более подробно. Ну и перед тем, как ответить на вопросы, которые я уже вижу, вот есть у нас, так скажем, возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Сейчас ссылочку сброшу в чат. То есть нужно будет просто предварительно записаться. А вот есть промо-код, есть форма заявки. Форма заявки сейчас вот тоже сброшу вам в чат. Поэтому можно будет посмотреть и получить такую консультацию. То есть вы узнаете, как развить профессиональные компетенции, план развития профессиональных компетенций вам наши эксперты помогут составить. Ну и также получите индивидуальную консультацию. Я же вас жду на наших курсах, уважаемые слушатели. Поэтому, если вопросы есть, сейчас вот готова приступить к ответу на ваши вопросы. Если вопросов нет, вам большое спасибо за внимание. Так, сейчас смотрю, что у нас тут есть, какие вопросы. Так, а экзамен ЦОК, кто должен оплачивать? Так, что касается вопроса, кто должен оплачивать экзамен, у нас предусмотрено два варианта. Это либо в зависимости от того, кто выступает инициатором. Если инициатором ЦОКа выступает работодатель, то следовательно работодатель должен оплачивать. Это помимо статьи 196, у нас еще есть гарантии работникам, это статья 187. Поэтому, если инициатор работодатель, то за счет средств работодателя. Если работник, то работник может, это его выбор, это его собственное право, да, и работник может тогда оплачивать прохождение этой аттестации за свой собственный счет. Так, как быть, как поступить в ситуацию умышленного занижения уровня квалификации? Ну, дело в том, что нельзя умышленно занизить или забысить, Александр, уровень квалификации. Ну, потому что это невозможно сделать, она либо есть, либо нет. Потому что у нас это описано в профстандарте, если там сказано высшее экономическое образование, как его занизить, если у вас есть высшее экономическое образование? Вы предоставляете документ, подтверждающий, что у вас уровень образования соответствует данному требованию. Если все-таки, да, вас увольняют как несоответствующего уровня квалификации, то в данном случае только через суд доказывать свою правоту. Ну, альтернативных вариантов, к сожалению, Александр, я не вижу. Уровень квалификации за два года был... Ну, это невозможно, я уже, да, это сказала. То есть они либо есть, либо их нет. Только через суд. Ваша задача только через суд это можно сделать. Ну, Александр, только через суд я в данном случае ничем помочь не могу. Пока у нас альтернативных рычагов нет. Просто даже интересно, какой ответ вы хотите от меня услышать. Вот, вариантов нет. Уважаемые слушатели, если еще какие-то вопросы есть, готовы ответить. Если нет, огромное вам спасибо за участие в нашем семинаре, в нашем мастер-классе. Вот, и будем рады видеть вас в нашем учебном центре. Продолжение следует...